В это непростое время решил написать видео Как правильно выходить из стресса зимой Потому что путей много, методов много Вы их частично знаете, многие используете Вопрос Не все методы одинаково эффективны Некоторые опасны для вашего здоровья А некоторые даже для вашей жизни Поэтому тут важно правильно использовать Я вам предлагаю топ 10 выходов из стресса И в конце, оценив все Вы сможете представить себе Какие пути и методы вы используете Какие могут быть положительные или отрицательные стороны И какие можно еще использовать Для вашего здоровья и активного долголетия Кстати, если у вас есть какие-то болезни И вы хотите их полечить правильно На моем канале более 400 видео Вы можете подписаться на канал Скачко Борис И в любое удобное время просмотреть Эти видео для вашего здоровья Опять-таки активного долголетия А сейчас топ 10 выходов из стресса Ну, конечно, первое место отдам женщинам Женский вариант это сладости Но А тут бабка на двое гадала Если вы используете как выход из стресса Конфетки, шоколадки Используйте их хотя бы правильно Подольше держите во рту Потому что в стрессе находитесь Не вы в целом, находится ваш мозг Это для него великолепное питание Он должен Когда это питание проходит по рецепторам языка Он должен считать Знаете, минута, две, три Вышел из стресса Получил питание Важно это делать правильно Если вы это делаете неправильно Если вы просто килограммами заглатываете Выше обозначенные кондитерские И другие кондитерские изделия Ну, конечно, изменится вес У вас появится новый стресс Надо менять гардероб И вы приобретете кучу болезней Для того, чтобы вы не успели этого сделать Не вопрос Если у вас есть стадии Какие-то ожирения, избыточного веса Или вы таким образом Понимая, выходя из стресса Вы их приобретете Контакты вы видите, обращайтесь Помогу вам Единственное, что Милые дамы С весом ниже 60 Не обращайтесь за снижением Как правило Вес меньше 60 килограмм Это недостаток веса И нужно бороться не с избытком А с недостатком Поэтому, вы знаете Правильнее относитесь к своему здоровью У мужчины Да, может быть Худая женщина доставляет кому-то удовольствие Но большинство мужчин Все-таки Другого мнения Второй путь Женский Тот же Это все еще первый шаг Это, конечно Сладости другого порядка Это фрукты Это сухофрукты Вопрос в чем Если вы используете яблоки Там апельсины Мандарины В принципе, там калорий мало Это легкий способ Выйти из стресса И, в принципе, без последствий Если же вы используете сухофрукты Особенно изюм, курагу Концентрация сахаров больше И вот здесь вы попадаете На то же самое ожирение Только другим, более комфортным для вас путем Поэтому не стоит использовать Такой способ Неправильно То есть хотите получить результат Да не вопрос Взяли Одну изюминку В рот И жуйте ее Пару минут Провлотили Следующая изюминка пошла Вот тогда вы Легко выйдете из стресса Способ второй Мужской Ну, известный антистресс Это алкоголь Но Алкоголь в малых дозах Можно использовать как аперитив Можно использовать Действительно Как хороший антистрессовый фактор Но только в том случае Если вы находитесь В комфортных домашних условиях Да, вы можете выпить Небольшое количество алкоголя Если вы сделали то же самое И пошли на улицу На мороз У вас возникает проблема Вы не можете адекватно оценивать Своё состояние Даже не находясь В состоянии алкогольного опьянения У вас будет Легкая Такая Недооценка ситуации И вы можете легко попасть На обморожение На переохлаждение Любые ситуации могут быть Поэтому если хотите Таким способом Бороться со стрессом Да, пожалуйста В домашних условиях Ни в коем случае Не выход на мороз И тем более Ни в коем случае Высокие дозы Вот тут дозу нельзя увеличивать Доза для женщин Это 50 грамм водки Или коньяка Максимум Для мужчины вдвое больше 100 грамм И всё Больше нельзя Больше доза бьет печень Больше доза вызывает Неприятные осложнения Переведет вас к алкоголизму Не стоит Таким путем Снимать стресс Это неправильный выход Совсем неправильный Ну Путь Третий Или топ-3 Возможности Выхода из стресса Он объединяет Мужчин и женщин Причем Мужчин и женщин В принципе Им очень комфортно Заниматься Вот Ити Выходить из стресса Этим путем Вместе Они могут заниматься И вдвоем Могут заниматься В принципе И в более Значительном коллективе Кстати Могут и женщины Отдельно этим заниматься Путем И мужчины Могут отдельно Выходить Таким путем Из стресса Это безусловно Спорт Но Вопрос в интенсивности Спорт Да Действительно Мышечная работа Приводит к тому Что вы получаете Удовлетворение Вы сжигаете Гормоны стресса Вы выходите из стресса Но Интенсивность Если у вас был Жесткий эмоциональный Стресс на входе Если вы попадали В химический стресс То есть Съели какую-то гадость Подышали Где-то воздухом С выглобными газами Кровь у вас будет густая И физический стресс На фоне густой крови На фоне усталости Приведет к тому Что сердце и сосуды Не выдержат Поэтому Самых лучших путей Выхода Вот таким путем Из стресса Основных Это два Это плавание Причем Плавание С оригинальным результатом Вы должны Плавать Долго И чем меньше Расстояние Вы проплывете За это время Тем больше Будет пользы Не стоит гнаться За результатами Побыстрее Получше Нет Самое лучшее Вы опустились В воду Теплую Комфортную Для вас Ваш вес Уменьшился В несколько раз На русском На сердце На сосуды Уменьшилось И сердцу Легче обеспечивать Кровообращение Если вы еще Вялыми Такими движениями Знаете Ненавязчивыми Легкими Поможете Своему организму Великолепно Ну если у вас Нет рядом Бассейна Вы можете То же самое Такие легкие Движения Провести Ну в любом Ну достаточно Свободном Правда От мебели Помещения Это называется Гимнастикой Это тоже Способ Выйти Из стресса Ну четвертый Способ Он где-то Похож На этот Тоже Занятия Могут быть Как коллективными Но чаще всего Это занятия В паре Это конечно же Секс Фактически Тот же Спорт Только больше Удовольствия Но Если вы Собираетесь Заниматься Таким путем Выйти из стресса Ни в коем Случае Не состояние Усталости До того Потому что Все стрессы Которые На вас Действовали До этого Так или иначе Они отражаются На вязкости Крови И заниматься Любовью В состоянии Усталости Когда кровь Густая Кровь Вязкая Это способ Это способ Для мужчины Умереть Мужчиной К сожалению Это очень частый Способ Вызвать Инфаркт Инсульт Или сердечную Недостаточность Поэтому Тут тоже Нужно Понимать Что это Не самый простой Путь И нужно И использовать Его Правильно Ну Пятый способ Я бы сказал Тоже Люди Большинство Считают Что это Великолепная Здоровительная Процедура И многие Этим Занимаются Это баня Это сауна Да Вы прекрасно Понимаете Что выйдя Из бани И сауны Вы чувствуете Облегчение И легкую Такую Расслабленность Да По той Простой Причине Что и баня И сауна Производят Дозированное Перегревание Вашего Организма Увеличили Вязкость Крови И эта Густая Кровь Не может Попасть К мозгу И обеспечить Его активную Деятельность Именно Поэтому У вас Успокоенность Но это Неправильный Путь Потому что Если вы Просто Где-то Переволновались Перенервничали И пошли В баню Расслабиться Я вас Уверяю Возможны Негативные Последствия Потому что К бане Для того Чтобы получить От бани Положительный Результат Вы должны Дня 3-4 Готовиться К бане И день Банный У вас Должен быть Жесткий Он должен Быть Специфический Он может Быть Совершенно Не похож На ваш Образ Жизни На вашу Систему Питания Только В этом Случае Вы В бане Можете Безопасно Попариться Ну кстати Если вы Забудете Еще и Патагонный Чай Дома И в бане Вы не будете Использовать Потому что Большинство Патагонных Чаев Вернее Большинство Чаев Для бани Риск Бани Увеличивают Еще Быстрее Ведут В почную Недостаточность А в бане Провоцируют Сердечную Недостаточность И вот Для того Чтобы Безопасно Пройти Эту Ситуацию Использовать Вот этот Пятый Способ Выхода Из стресса Вы Несколько Дней Должны К бане Готовиться Правильно В бане Париться И самое Главное Не перепариться Потому что В бане Чемпион По Свертыванию Первыми Сворачивается Белок Фибриноген Превращается Фибрин Стресс Делает То же Самое Стресс Плюс Баня Равно Тромбоз Сосудов Зачем Оно Вам Надо Зацепить Инфаркт Инсульт Легко И просто На любом Уровне Здоровье Мужчин Зону Риска С 20 Лет Женщин С 35 Правда Но Это Не самый Преклонный Возраст И не Самый Лучший Возраст Для Ухода На тот Свет В ожидании Реинкарнации Не стоит Так Рисковать А после Бани Вы должны Иметь Возможность Очистить Кровь От этих Свернувшихся Белков Если Вы Это Знаете Как Сделать Не Вопрос Если Нет Контактов Видите Обращайтесь Баня Великолепная Оздоровительная Процедура Так же Как и Сауна Если Вы К ней Относитесь С уважением Правильно К ней Готовитесь Правильно Паритесь И правильно Выкоете Шестой Путь Это Скажем так Сбодриться Раз Стресс Подавил Ноги Говорят Да ладно Надо Сбодриться И Используют Ну Традиционные Зимой Способы Это Моржевание Это Закаливание Обливание Холодной Водой Вы Знаете Ну Если Вы Уверены Что Запас Прочности У вас Есть И Вы Можете Таким Образом Еще Использовать Свой Организм Попробовать Выдержит Не Выдержит Да Но Перед тем Как Идти Заните В зеркало Если У вас Темные Круги Под Лозами Если Вы Уставший То Вам Ни В Прорубь Ни Под Холодную Воду Путь Заказан Ни В коем Случай Туда Идти Нельзя Максимум Что Вы Можете Себе Позволить Это Контрастный Душ При Котором Горячая Вода 38 39 Не Сильно Горячая А холодная Будет Где-то В районе 20-22 То есть Такая Летняя Самый Лучший Диапазон Температур Для Закаливания Вашего Организма И для Тренировки Вашей Нервной Системы Почему Вы Попали В стресс Нервная Система У вас Не Тренированная Она Глючит Помогите Ей Правильную Работу Так Нельзя Седьмой Способ Это Табак Да Все Знают Стресс Как рукой Сняла Рукой Стресс Сняла Но Уникальным Способом 5 минут Курения Приводит К тому Что Кровь Становится Более Густой Густая Кровь Не Идет К мозгу И дальше Читайте По тексту Вернитесь Сначала Видео Моз Попадает В состояние Гипоксии И не Имеет Возможности Активной Работы Типа Из стресса Вы вышли Вопрос Стрессовый Фактор Куда-то Делся Вы знаете Если Вам Повстречался Саблезубый Тигр А вы Нервно Закурили Сигарету И успокоились Это не значит Что встреча Саблезубым Тигром Отменилась Или Если Вы Голодный Видите Какого-то Зайца Видите Какую-то Траву И Нервно Закурили То Это не значит Что Заяц Теперь Стал Зайцем С яблоками Или Морковка Превратилась В Винегрет Нет Стресс Как был Так и Остался Просто Вы на него Хуже Реагируете Вопрос В другом У вас Увеличилась Вязка Крови А если Вы регулярно Используете Такой Способ У вас Еще И появляются Проблемы С сосудами Развивается Атеросклероз Развивается Ангиопатия Аплитерирующий Эндертерит Это не самое Простое Заболевание Оно Блокирует Периферию Кров Хуже Идет Конечно Если вы Курите Оцените Состояние Своих Сосудов Это Можете Делать Легко И Просто Посмотрите На Свои Ноги Если Там Волосы Отсутствуют Это Говорит О том А раньше Волосы Волосы Выпали Потому Что Не Идет Кров Нужная К Ногам Не Хватает Крови Волосы Выпали Кожа Становится Более Такой Тонкой Ранки Которые Раньше Заживали Как на Собации Не Заживают Грибок На Ногтях Может Появиться Да Ему Там Великолепно С ним Никто Не Борется Знаете Курение Особенно На Морозе Очень Вредный Фактор Очень Легко Получить Обморожение Во всем Сосудов Нижней Конечности Я Уже Не Обо Остальном Густая Крова Во Организме А Бьет В Первую Очередь Сосуды Ног Знаете Низких Температур Это Очень Опасно Для Жизни А тем Более Если Вы Начнете Еще Комбинировать С Выше Приведенными Восьмой Путь Успокоиться Да Можете Принять Какие Седативные Стресс От Этого Правда Тоже Никуда Не Денется Опять Таки Изменяется Ваша Реакция На Ситуацию Примите Вы Растительные Там Какую Ромашку Заварите Или Валерья Сяночки Выпейте Или Пустырничек Или Какую-то Химию Выпейте Не Вопрос Любой Путь Выхода Из Стресса Таким Путем Не Дает Решить Стрессовую Ситуацию А Просто Меняет Вашу Реакцию На Нее Не Отношение А Реакцию Еще Павлов Говорил Что Седативные Это Тюрьма Для Мозга Ну Хочется Посадить Мозг Тюрьму Да Не Самый Лучший Потому Что Сегодня Вы Приняли Седативные По поводу Того Что Есть Стрессовая Ситуация Завтра Нужно Работать А Завтра Нужно Что-то Делать Более А Сегодня Основная Масса Работы У нас Это Голова Работают Головой Как Вы Будете Работать Головой Если Белки Препаратами Белковый Обмен В мозговой Ткани Замедлен Заторможен Все У вас Работа Закончилась Работа Переходит В такое Плавное Планирование Вы будете Находиться На работе А не Работать Это Две Большие Разницы Говорят В Одессе Поэтому Так Тоже Я Не Советую Выходить Из Стресса Знаете Вот Эти 8 Способов Это Наиболее Частые Способы Выхода Из Стресса И Вы Знаете Их Не Стоит Использовать В Любое Время Года А тем Создан И Вот Таким Способом Я Не Советовал Выходить Из Стресса Выход Из Стресса Вы Знаете Есть Я Предложу Два Две Возможности Выйти Из Стресса Первое Вы Знаете Вы Это Выражение Знаете Говорят Худой Мир Лучше Доброй Войны Да Если У вас Стресс Значит Вы Кого То Не Понимаете Или Кто То Вас Не Понимает И По Этой Причине Вы Нервничаете Да Ситуация Есть Но Пока Вы Не Договоритесь У вас Ситуация Не Разрулится И Несущественно Будет У вас Стресс Внутри Себьи Внутри Вашей Компании Где Вы Работаете В вашем Городе В вашей Стране На земном Шаре В принципе Можете Договориться На Пяти Процентах Договоритесь На Пяти Процентах У вас Уровень Стресса Уменьшится И У Каждого Участника Процесса Увеличится Продолжительность Жизни Можете Договориться На Десять Процентов Великолепно На Сто Процентов Вы Знаете Я Уверен Что Вряд Ли Есть Ситуации В Которых Обе Стороны Договариваются Практически На Сто Процентов Это Идеальная Ситуация Если Да То Это Великолепно Стремитесь К этому Но Больше Возможно Вы Оговорите Да Вы Согласны С этим И Готовы Это Выполнять Чудесно Всем Будет Хорошо Это Был Девятый Способ Выйти Из Стресса Ну А Способ Десятый Самый Простой Несущественно Какое Решение Вы Примете Каким Путем Вы Будете Идти Хотите Вы Дальше Воевать Или Хотите Вы Уже Жить В Мире И Работать В Своё Удовольствие Вашему Организму Все равно Необходимо Правильное Питание Вашему Мозгу Необходимо Правильное Питание Потому что Он потребляет Больше Всех Крови Вру Больше Всех Крови Потребляет Печень Она Потребляет 30% Крови Мозг Только 20% Все Остальные Органы Вместе Взятые Только 50% Вы Знаете Вот этих Двух Потребителей Крови Нужно Накормить Им нужно Дать Нормальное Питание Чтобы Они Могли Хорошо И Оптимально Работать Потому что Когда Вы Пытаетесь Экстримом Каким То Образом Себя Проверить Да Все Это Можно Все Это Здорово Но Это Экстрим А Организму Нужно Просто Напросто Создать Ну Я не говорю Идеальные Но Приближенные К Физиологическим Условия Работы Тогда Вам И в стрессе Будет Работать Хорошо И вне Стресса Будет Работать Хорошо И в принципе Работать Будет Хорошо И жить Будет Лучше И дольше А что Вам еще Надо Поэтому Если Вам Нужно Больше Знать О правильном Питании Зимой Да Не Вопрос Контакты Вы видите Можете Обратиться А в принципе Что такое Питание Зимой Вы обязаны С утра Съесть Кусочек Мяса Рыбы Птицы Положить Какую-то Белковую Пищу Которая Во-первых Согреет Ваш Организм И вы Находясь В более Холодных Более Таких Жестких Условиях Менее Комфортных Окружающей Среды Вам Будет Теплее Если Вам Захочется Поработать Там Головой То есть Над решением Какихся задач Не вопрос Вы уже Все создали Вы дали Мозгу Полноценное Белковое Питание Чтобы он Активно На этом Работал Гарнир Улучшит Эту ситуацию И все Будет Прекрасно Как Аперитив Безусловно Специи Пряности Используйте Это Самый Простой Способ Улучшить Работу Организма Обеспечить Его С самого Утра Как Вы лодку Назовете Так Она И поплывет С чего Не накормите Все будут В состоянии Голода Поэтому Выбор Конечно Делайте Вы сами 10 вариантов Я вам дал Какой набор Вы для себя Выберете Это от вас Зависит Какой уровень Здоровья Вы хотите Иметь Выберите Десятую Позицию Понимаете Что это Все таки Важно На правильном Питании Чтобы работал Ваш организм Потому что Вы хотите Чтобы он Работал Интенсивно Контакты Вы видите Вы можете Легко Обратиться Если вы Еще не Подписчик Моего Канала Пожалуйста Канал Скачков Борис Подписались Больше 400 видео В любое Удобное Для вас Время Смотрите Там И видео По стрессам И по курению И по алкоголю Все это Есть Главное Чтобы вы Этим Разумно Пользовались Кстати Если вам Это видео Понравилось Не забудьте Это отметить Чтобы ваши Друзья И знакомые Тоже Могли Его Посмотреть Кнопки Социальных Сетей Они Все Еще Под Видео Жмете И Большое Количество Людей Будут Знать Как Правильно Выходить Из Стресса С Наименьшим Уровнем Стресса Для Вашего Организма А я Хочу Закончить Это Видео Словами Крепкого Вам Здоровья И Разумного К нему Отношения А сейчас Подумаю Какое Еще Видео Написать Для Вашего Крепкого Здоровья Чтобы Вы Разумно К нему Относились Продолжение следует